Самара! 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 И пошла такая волна. Десятки, сотни писем. В основном за Самару. Потом очухались те, кто был против Самары. Развернулась полемика. Ульяновск, Тольятти, Чапаевск. Наши соседи периодически поднимают вопрос о возвращении прежних названий. Но то ли это не активно делают, но до сих пор сделать этого не удалось. А в Куйбышеве в конце 80-х годов развернулась целая масштабная кампания. 12 членов общественного комитета Самара на протяжении 4 лет вели нешуточную борьбу за переименование Куйбышева в Самару. Ну что вы делаете? Тут колбасы не хватает. Водку дают по талонам. А вы тут какие-то заумные вещи придумали. Мы вновь прикоснулись к живым родникам истории. Мы восстановили историческую справедливость. В 1989 году группой активистов был образован общественный комитет Самара, который поставил перед собой задачу довести процедуру возвращения городу его прежнего имени до логического конца. Возглавил комитет писатель Андрей Павлов. А еще в его состав вошли профессор госуниверситета Петр Кабытов, крывет Александр Завальный, заведующий отделом культуры газеты «Волжская заря» Владислав Князев и другие общественные деятели города. Всего 12 человек. Давайте попробуем создать комитет, общественный комитет, и будем бороться до тех пор, пока не вернем Самару. Все поддержали это предложение. Мы разработали план, мы распределили, кто за что отвечает, и дали друг другу, ну, клятву-не клятву, слово, что комитет будет продолжать свою работу до тех пор, пока Самара не вернется на карту России. Самара! 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 Самому позицию переименований города заняли и простые жители. Это студенты, рабочий класс, общественность. На протяжении четырех лет в комитет приходили люди, искренне предлагая свою помощь. Город делится на несколько частей. Вот есть Куйбышевский район, за Самаркой. Есть историческая часть. И в этой исторической части три района. Железнодорожный, Самарский и Ленинский. И там живут потомственные самарцы, самарчанки. Так? Вот они были все за Самарку. Такое ощущение, что я должен жить в Самаре, а не в Куйбышеве. И поэтому, когда эти слухи пошли, я был однозначно на стороне тех, кто хотел вернуть историческое название. Несколько месяцев шли творческие встречи родному городу, родное имя, музейные выставки по истории Самары, пикеты, публикации в газете. И активисты решили, что пора притворять идею жизни.